Летний читальный зал раз в неделю по пятницам собирает мальчишек и девчонок на интересное мероприятие. Среди тем, которые выбрали и уже провели организаторы, путешествие в шахматное королевство в мире шоколада. В следующий раз читальный зал под открытым небом заработает ровно через неделю 4 августа на детской площадке у кинотеатра «Искра». По страницам жизни светофора так будет называться эта встреча. Начало в 11.00. А наша ведущая рубрики афиши Ирина Бокова уже готова рассказать о планах на выходные. Ирина, привет! Ты уже изучила план мероприятий на ближайшие два дня? Привет, Татьяна! Обязательно расскажу и познакомлю наших телезрителей с программой выходных дней. И начнем с культурных мероприятий. 29 июля музей-заповедник «Горки Ленинские» приглашает на поучительную комедию о великодушии, терпении и умении прощать. Спектакль «Добрый доктор» представят актеры Московского театра «Империя». Начало в 12.00. Приходите всей семьей. А 30 июля в воскресенье в Горках Ленинских с концертной программой «Краски мира» выступит государственный ансамбль русской музыки и танца «Садко». В исполнении оркестра русских народных инструментов прозвучит самобытная музыка народов мира. Солисты напомнят классику мирового песенного искусства, а артисты балета исполнят красочные танцы народов России и мира, поставленные специально для этого уникального проекта. Концерт начнется в 14.00. Еще в субботу 29 июля в сельском поселении Володарское с 10 утра до 22 часов пройдет праздничная программа «Васильковая суббота. Наш июльский разгуляй», посвященная 566 годовщине со дня образования. Посетить мероприятие могут все желающие, а в воскресенье 30 июля жители района ждут в Расторгуевском парке на игровой программе для всей семьи «Праздник дружбы». Начало мероприятия в 11.30. И, конечно, спортивная афиша. 29 июля на стадионе «Металлург» пройдет первенство России по футболу среди команд третьего дивизиона, футбольный клуб «Видное» и детская юношеская спортивная школа по футболу «Метеор» «Балашиха». Начало матча в 18.00. Обязательно приходите болеть за наших. В заключение о кино в кинотеатре «Искра» зрители ждет комедийный приключенческий мультфильм «Стань легендой Бигфут-младший». Обычный подросток по имени Адам отправляется на поиски своего давно пропавшего отца и попадает в приключениями митических масштабов. Его мир переворачивается вверх дном, когда оказывается, что в нем течет кровь последних легендарных хранителей леса – Бигфуту. Теперь ему открыты такие способности, как суперскорость, живительное прикосновение и возможность понимать язык животных. Конечно, это не все мероприятия, но я постаралась рассказать о самых интересных. Татьяна. Спасибо, Ирина. Главное, чтобы погода не испортила планы, ведь в выходные обещают дождь.